Частенько выходит так, что знаменитости по тем или иным причинам не хотят показывать широкой публике свою семью. Основания бывают абсолютно разные, но порой стыдно бывает скорее не за нерадивого родственника звезды, а за нее саму. Сегодня мы познакомим вас с малоизвестными людьми, которые приходят с родственниками знаменитостям. Впрочем, сами звезды не спешат говорить о них. Российская актриса и телеведущая Настасья Самбурская снискала известность благодаря роли в сериале «Универ» «Новая общага». Знаменитость очень не любит говорить о своей семье и даже не признает мать и брата. Известно, что ее мать Наталья Терехова работает в рыбном отделе рынка маленького городка в Саратовской области, а брат актрисы Георгий – алкоголик и наркоман. Брат Сергея Лазарева страдал наркозависимостью, даже отсидел в тюрьме за мошенничество и нападение на девушку с целью наживы. В 2014 году он вышел на свободу и решил встать на путь истиной, однако попал в ДТП со смертельным исходом. Модели Натальи Водяновой тоже не повезло с родственниками. Ее брат Сергей Водянов побывал в местах не столь отдаленных пять раз. В его послужном списке значатся грабеж, вымогательство и причинение тяжкого вреда здоровью. Один из братьев американского актера-режиссера Алика Болдуина погряз в криминале. Его обвиняют в связях с мафией и наркотической зависимости. Впрочем, он регулярно выкручивается из любых ситуаций и до сих пор не понес справедливого наказания. В образе Верки Сердючки выступает травистей актер Андрей Данилко, гонорар которого за выступление доходит до одного миллиона рублей. Его мать живет на мизерную пенсию, однако Андрей не спешит ей помогать. У популярного голливудского актера Леонардо Ди Каприо есть сводный брат Адам Фаррер. Не так давно его с женой обвинили в краже тысячи долларов из магазина. После этого инцидента актер старается сторониться своего проблемного родственника. Известной американской актрисе и певице Мэрайи Кэрри не повезло со старшей сестрой. Эллисон Кэрри занимается проституцией, страдает от наркотической зависимости и ВИЧ-инфекции. Младшая сестра пыталась направить свою нерадивую родственницу на путь истины, но, к сожалению, не преуспелывает. Порой достаются родственники, которые хуже любого врага. Частенько они даже не понимают, насколько вредят своими действиями близким, подставляя их и портим репутацию. Иногда даже лучше поберечь свою нервную систему и избегать таких людей. Иногда друзья становятся ближе, чем семейство. Ведь их-то можно выбрать в отличие от родственников. Пишите свои комментарии.